Здравствуйте! Импульс возвращается к привычному режиму работы после удаленки. В студии Юлия Шаркова смотрите сегодня в выпуске. Они, по сути, являются заказчиками и должны быть в процессе этих всех действий, а не просто слушать какие-то планы. Но в Уренгойские детские сады и школы ждет реновация. Руководители образовательных учреждений должны быть в теме. Прийти к какому-то общему пониманию. Мы начали с этого, что такое для каждого сквер. Какими должны быть площадки будущего, своим видением поделились участники гражданского форума. У нас в городе еще очень активно работает движение волонтеров Победы. И они часто навещают ветеранов. Они оказывают всю необходимую им помощь, поддержку. Адресное внимание волонтеры поздравили ветеранов с Днем Народного Единства. Сверить сроки и планы. С этой целью глава города и начальник департамента образования посетили седьмую школу и детский сад «Лада». Уже в следующем году эти образовательные учреждения ждет реновация. В Новом Уренгое это первые участники программы масштабного обновления. Андрей Воронов и Михаил Терещенко побывали и в 15-й школе. Там работы должны начаться в 2022 году. Вместе с руководителями учреждений руководитель газовой столицы обсудил болевые точки и внес свои предложения по реновации. Подробности об этом расскажет Павел Прожогин. Школы на каникулах. Все пожелания необходимо грамотно оформить, чтобы подготовиться к торгам. Вы как хозяйка, вы свою будущую реновацию определяете, что будет. Вы автор. Вопросы возникают и по дороге к школе. Фонари в этом районе есть не везде. Чтобы осветить путь к знаниям, нужно собрать предложения и изучить проблему по каждому конкретному маршруту. Нужно нарисовать некую карту, то есть школа посередине и пути следования учеников. И родители узнают все-таки эти места, где люди жалуются, что зимой света не хватает. Седьмая школа – одна из старейших в городе. Текущие ремонты здесь поддерживающая терапия. Нарекания вызывает кровля. Не во всех кабинетах установлены пластиковые окна. У руководства большие планы на спортивный зал в зимнем дворике. Сегодня он не создает впечатления современного и комфортного. Требует обновления и фасад здания. Предстоящая реновация закроет эти вопросы. Директор школы знает, какого результата необходимо достичь. Я непосредственно общаюсь с проектировщиками напрямую. С управлением муниципального хозяйства мы общаемся напрямую. Как вы сами проектировали? На сегодняшний день уже есть проекты. У нас актового зала, спортивного зала, первый этаж, то есть зимнего дворика. Это у нас дополнительный такой спортивный зал, и для нас это очень важно. У нас есть уже проект хореографического зала, холл третьего этажа начальной школы. У нас есть проект столовой. А еще хотелось бы современный кабинет технологии. В перспективе это должен быть учебный комплекс, объединяющий в себе занятия для мальчишек и девчонок. Большой ремонт позволит воплотить задуманное и в детском саду «Лада». Этому дошкольному учреждению уже 32 года. Здание нуждается во всестороннем обновлении. Мы делаем внутреннюю отделку, мы делаем кровлю, мы делаем крылечки, мы делаем отопление, освещение внутреннее, освещение наружное. Вы видите, что оно у нас плохонько. Фасад полностью, отопление. Почти в инновацию? Да, 90 с лишним миллионов нам выделено. Все это отражено в проекте. Он уже находится в управлении муниципального хозяйства. Как только из округа поступят деньги, можно начинать процедуру торгов. Есть проблема и с подъездными путями. Асфальт в этом районе проложен далеко не везде. В межсезонье дорога в «Ладу» превращается в полосу препятствий. Будущую логистику района уже рисуют в управлении архитектуры, отметил глава города. Этот вопрос отслеживает муниципалитет. А задача руководителей образовательных учреждений – активно участвовать в процессе большого обновления. Они, по сути, являются заказчиками и должны быть в процессе этих всех действий. А не просто слушать какие-то планы, что через полгода мы экспертизу получим и так далее. Мы должны торговать минимум январь-февраль-март. Вот крайний срок, когда должны быть большие объемы, которые запланированы. Провести реновацию в «Ладе» можно в течение полугода. И начинать нужно уже в марте с фасада. При должном соблюдении правил безопасности это позволит вводить сюда малышей до старта реновации интерьеров. Она должна пройти летом, когда детский сад уйдет на каникулы. Павел Прожогин, Богдан Жиделев, Служба новостей, «Импульс». Информация для предпринимателей, которые вынуждены приостановили работу в период повышенной готовности. Они могут получить финансовую поддержку из городского бюджета. Стартовала кампания по сбору заявок от бизнесменов на компенсацию затрат на услуги ЖКХ. Это электричество, отопление, водоснабжение и водоотведение, газ и вывоз жидких отходов. Основными критериями отбора заявителей является наличие сведений о заявителе в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии его условиям, установленным статьей 4 Федерального закона номер 209 ФЗ развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Отсутствие оснований, предусмотренных частями 3 и 5 ст. 14 Федерального закона номер 209 ФЗ. Также заявитель должен осуществлять свою деятельность на территории города Новый Оренгой. В отношении заявителя не должны производиться процедуры реорганизации, ликвидации. В отношении него не введена процедура банкротства. Его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Как найти точки взаимопонимания по облагораживанию территорий в микрорайоне «Оптимистов» и «Таежной»? Эту задачу решали участники гражданского форума. Формирование комфортной городской среды представители администрации Нового Оренгоя и горожане обсуждали за круглым столом. Участники совместно формировали потенциальные концепции площадок будущего. Как сделать их центрами притяжения людей? Подробности в сюжете. Бурное обсуждение и мозговой штурм. Задача собравшихся разложить по категориям людей, посещающих сквер на улице «Оптимистов». Тогда получится лучше понять, чем заполнить место, какие арт-объекты туда добавить и как в целом оно должно выглядеть. В рамках гражданского форума на встречу за круглым столом собрались жители микрорайона, хозяйствующие структуры и представители администрации города. Для меня в первую очередь это детская площадка, то есть понять, можно будет туда выйти с детьми погулять, так выйти просто прогуляться вечером, особенно зимой, летом. Пятачок достаточно удобный, то есть там очень можно хорошо благородить, сделать хорошую территорию. Удобный пятачок или будущий сквер, о котором идет речь, территория на углу микрорайона «Оптимистов» вблизи домов 4.1 и 4.2. И для жителей микрорайона эта зона в случае ее реконструкции смогла бы стать комфортным местом отдыха. Пока здесь толком ничего нет, кроме одинокой скамейки поодаль. Однако, если удастся определиться, чего не хватает в наполнении, территория в относительно близком будущем сможет преобразиться. Сверхзадача – это войти в такое общее взаимодействие, когда город развивается силами самих горожан. Не ожиданиями решений сверху «мы придумали, а вы сделайте», а мы придумали и мы готовы свою долю участия определить здесь. Конечно, нужна будет помощь, но свою долю участия мы готовы определить. На прошлых встречах уже мы пришли к тому, что управляющая компания готова заняться озеленением этих территорий, люди готовы выйти на посадку этих деревьев. Это будет техзадание для обсуждения и для поэтапного включения жителей в его исполнение. Тот же самый вопрос был поднят на встрече с жителями улицы Таежной. Там существующий пустырь тоже в перспективе должен стать сквером. Ну а пока конгломерация всех структур и обычных людей для решения вопросов комфортной городской среды. Модератор не волшебник, который махнул палочкой и решил все вопросы. Нет. У меня двоякое положение. Ко мне обращаются как представители администрации. Я в данном случае модератор. Я могу помочь профессионально сформулировать запрос и те точки, где можно включиться в решение этих проблем. И те точки, где можно выйти на какие-то следующие этапы. Как только удастся понять, что можно сделать своими силами, а в чем жителям потребуется помощь, будет составлена заявка в проект «Уютный Ямал». Что касается сроков исполнения, то здесь слово тоже за новоурингойцами. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, служба новостей, «Импульс». В День народного единства не забыли и о наших седовласых защитниках. Волонтеры Победы навестили новоурингойских ветеранов и вручили им памятные подарки. С начала пандемии молодые помощники стали приходить к ветеранам еще чаще, чтобы не только поздравить их с праздниками, но и помочь вынести мусор, оплатить счета ЖКХ, купить продукты и необходимые лекарства. У нас в городе еще очень активно работает движение «Волонтеров Победы», и они часто навещают ветеранов. Они оказывают всю необходимую им помощь, поддержку, и за это огромная благодарность. Сегодня мы вручили пакеты с подарками. Подарки у нас идут и от администрации города. Очень активное содействие они оказывали. Там в основном находятся какие-то больше канцелярские принадлежности, которые могут пригодиться в быту, и книга о нашем городе. Я очень люблю волонтеров, люблю, честно говорю. Я всегда рада, очень рада. Когда вот мне сегодня, у меня такой радостный день, у меня правнучка еще родилась. Она 14-я правнучка родилась в 3 часа ночи. Это уже радость, два праздника. Аэропорт нового Уренгоя может стать международным. Что для этого нужно, расскажем во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. Воздушная гавань нового Уренгоя может стать международным аэропортом. Будущий аэровокзал позволит обслужить почти полтора миллиона человек в год. Художники против терроризма, дизайнер компьютерной графики телерадиокомпании «Импульс» Лейсан Давыдова в числе победителей творческого конкурса. Ямальцы в суперфинале в Артеке подвели итоги конкурса «Большая перемена». Международные рейсы из аэропорта нового Уренгоя могут быть запущены до достижения пассажиропотоков полтора миллиона человек в год. Об этом губернатор Ямала сообщил в интервью ТАСС. Подрядчик для строительства пассажирского терминала уже определен. Пропускная способность терминала составит 1 миллион 450 тысяч пассажиров в год. Это позволит открыть международные рейсы из аэропорта. Проект строительства будущего аэровокзала предполагает такую возможность. Изначально планировалось открыть новый терминал аэропорта к 2022 году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты. Удаленный режим работы и дистанционное обучение с приходом к коронавирусу становятся частью нашей жизни. И тут многое зависит от надежности и скорости интернета. Бесперебойную связь предоставит компания «Ростелеком». Провайдер активно развивает оптическую инфраструктуру в городах и поселках Ямала. Подробности далее. Пандемия внесла свои коррективы и в профессию Анны Казанцевой. Она фотограф. И чтобы не терять клиентов, девушка решила проводить фотосессии дистанционно. Всё просто. Нужен лишь ноутбук, камера и быстрый, качественный интернет. Глобальную сеть по технологии оптиков в квартиру подключил Ростелеком. Лера, привет. Сегодня у нас с тобой дистанционная фотосессия. Я подскажу тебе, что делать. Давай попробуем. Оптический интернет – это не только гарантия качества, но и возможность быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. У Анны, как и у других предпринимателей, их много. В интернете бизнесмены сейчас не только работают, но и учатся, а также проводят свой досуг. В силу своей профессии я постоянно работаю в интернете. Сейчас, на фоне пандемии, чтобы не потерять клиентов, я обучаюсь и опробую на практике дистанционную фотосессию, которая уже довольно популярна в крупных городах нашей страны. Это когда можно делать снимки по скайпу, полностью руководя процессом съёмки. Более того, чтобы постоянно развиваться и учиться чему-то новому, я должна участвовать в мастер-классах и вебинарах, а для этого нужен быстрый интернет. Только за 2020 год Ростелеком обеспечил оптический доступ в интернет почти для полторы тысяч семей округа. Всего же на Ямале цифровой провайдер построил порядка трёх тысяч километров оптических линий связей, причём как в городах, так и в удалённых поселениях северного края. Для того, чтобы подключить услуги домашнего интернета, необходимо просто позвонить к нам на номер горячей линии или оставить заявку на сайте. Наши специалисты подберут оптимальный тарифный план для вас, а технические специалисты в течение 24 часов готовы выехать к вам на адрес и осуществить подключение. Будет выполнено подключение как дома, либо квартиры, и, возможно, прокладка, если вам потребуется, внутри помещения. Также настроят всё оборудование, продемонстрируют его работу и объяснят принципы тарификации услуг. Быстрый оптический интернет открывает абонентам Ростелеком доступ к различным цифровым сервисам. Оптический интернет существенно расширяет возможности абонентов. Он позволяет пользоваться целым рядом услуг – видеонаблюдением, продуктом «Умный дом», интерактивным телевидением, домашним генитеатром-видеосервисом «Винг» и обучающим видеосервисом «Лицей». Уроки от ведущих педагогов страны пользуются особой популярностью во время дистанционного обучения школьников и позволяют им не только наверстать программу, но и выбрать будущую профессию. Алена Ядни, Служба новостей «Импульс». Победители выставки конкурса «Художники против терроризма» объявили накануне в Новоуренгойском музее изобразительных искусств. Лучших определили в трёх номинациях – «Графика», «Лучшая живописная работа» и «Приз зрительских симпатий». Членам судейской коллегии пришлось нелегко, каждая работа была достойна победы. Они несли очень важный посыл – «Мы за мир и любовь». Оценивали работы специалисты из города Салихарда, искусствоведческие специалисты. И, конечно же, это были представители религиозных общин и диаспор. В конкурсе принимали участие художники только из Новоуренгой до 35 лет. Поэтому этот конкурс был рассчитан именно на молодых, свободных, активных людей. Работы на заданную тему предоставили более 30 авторов. Каждый по-своему представил проблему через творчество. В зрительском голосовании победила наша коллега. Художника компьютерной графики Лисан Давыдову признали лучшей новоуренгойцы. На картине я изобразила потерянное детство. Это мальчик, который попал в террористическую группировку. И, как и все дети, которые попадают в террористические группировки, они не знают, что у них есть права. Это права на радость, права на жизнь и на свободу выбора. Нет ничего страшнее ребенка с автоматом. Ребенка, который может убить человека и при этом не понимать, что это страшно. Надо разбавлять темное нашим добром, улыбками и теплом. В связи с этим воин у нас стреляет не пулями, а красками. Он раскрашивает мир, чтобы люди несли в мир добро, чтобы люди больше акцентировали внимание не только на проблемы наши, но и на какие-то творческие мероприятия. В пандемии вопреки Новоуренгойский музей присоединился к традиционной акции «Ночь искусств». Мероприятия прошли в двух форматах. На страницах учреждения в социальных сетях люди могут познакомиться с лекциями Ильи Глазунова, которые записали сотрудники Московской галереи художника. Главный хранитель рассказывает про работы этого автора. Также проходят традиционные сборные экскурсии. На «Молодежной-17» можно познакомиться с историей древнего заполярного города Мангазея. А на «Молодежной-3» с выставкой работ Ильи Глазунова. На них стоит записаться по телефону. Единовременное количество посетителей ограничено. Ямальцы в суперфинале. В Международном детском центре «Артек» подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В проекте приняли участие больше миллиона старшеклассников со всей страны. В финальный этап конкурса вышли 13 ямальцев. Они представили проекты по созданию виртуальной образовательной среды, разработки карты профессий будущего, запуску бренда «Экосумок», создание базы на Луне, обеспечение кибербезопасности. Победителями конкурса стали 600 учеников 9-11 классов. Среди них 10 ямальцев. Они получили денежные премии, которые смогут потратить на обучение. Кроме того, 11-классникам начислят дополнительные баллы в портфолио достижений для поступления в ВУЗы. Это был обзор событий дня. Для вас работали Юлия Шаркова и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова